Сегодня у нас 7 января 2021 года, пятница, Рождество. Всех поздравляю с Рождеством. Ну и традиционно дневниковое, чтобы самому проснуться, потому что недавно встал. Ну и ответы на вопросы, ну и о разном. Вот сегодня мне написал один комментатор, кстати, я в прошлом видео попросил, мол, подпишитесь на меня, ну разножьте видео, потому что мне бы очень помогли бы подписчики отпугнуть местных садистов, потому что, ну, люди обычно боятся огласки. Такое впечатление, что они вокруг меня как бы крутятся, ну как те же шакалы там или какие-то другие дикие животные, и они бы напали. Ну если бы я совсем бы спиной к ними повернулся, совсем бы ослабел, они бы напали. Но вижу, что оно что-то их сдерживает. Ну я думаю, их сдерживает то, что я себя позиционирую все-таки писателем, библеистом, и так оно и есть. Две мои статьи опубликованы официально. К тому же мне предлагали участие в конкурсе, меня номинировали на конкурс «Лучший писатель года 2015-го» в России. Плюс я художник, и мои картины могут даже непрофессионалы сразу оценить. Плюс там, ну, что-то еще там, ну, детям помогаю там, вот в многодетной семье своих знакомых. И не пью, не курю и так далее. И вот все это как-то сдерживает этих людей. А так бы они на меня напали бы. Уже бы давно бы. И вот, так как на меня в последний раз напали на ютубе, ну, в комментариях мне угрожали, что натравят на меня полицию, натравят лесника, там, может быть, пожарных, кого-то еще. Ну, в общем, всех подряд. Что человек за это как бы взялся и обещал довести до конца, то есть убрать меня из леса. Странно, вот, да? Какой-то посторонний человек, какое ему дело вообще? Ладно бы он там был бы хозяином, что неужели собственник леса за 4 года не знает, что здесь кто-то живет или что полиция, что не знает, которая была здесь много раз. И будущая мэр тут была, и заммэра, и много разных других людей тут было. И я эту координату в первые года 2-3 указывал в письмах просто. Потому что я просил жилье, и я им показывал, что я живу вот в этой точке, в лесу. Так что все-все-все, весь мир, все, кому не лень, они знают, где я живу. Единственное, что какое-то время я, в какое-то время я сместил эту точку ненамного, чтобы, ну вот так вот сразу к себе не привлекать. Как этот человек мне в комментариях вот сегодня написал, зачем ты хочешь себе побольше подписчиков? Ты привлечешь бастардов к себе, тех, которые начнут на тебя нападать, и, возможно, даже в реале физически вот придут тут и будут на тебя нападать. Ну, насчет того, чтобы на меня нападали какие-то местные русскоязычные, это я сомневаюсь, потому что, опять же, какой у них, какой резон им нападать, даже если бы нашлись какие-то отморозки. Но они же знают, что во Франции очень жестоко с этим делом, что их просто тут же найдут и схватят. Тут, кстати, очень хорошо это все поставлено. Тут везде стоят видеокамеры, они умеют, в общем, умеют находить по другим всяким вещам. То есть то, что на меня кто-то здесь нападет, я как-то сомневаюсь, потому что я никому во Франции, кроме, ну да, из обычных людей, населения, я никому дорогу не перешел здесь во Франции. Я обличал ОФИ, организацию, ПАДА, ПАДУ, префектуру, ну, мэрию так поскольку-постольку, мэрию и нет, не очень. Там работников отдельных, там мэрии. И, в общем, много врачей, адвокатов преступных и так далее. Ну, то есть здесь во Франции есть люди, которые реально могут потерять работу из-за меня. Из-за того, что я таки достучусь и на их преступлениях кто-то обратит внимание. И не только даже работу могут потерять, но и угодить в тюрьму. И тут я нисколько не удивляюсь, пока я оставался в палатке, в обычной, без отопления. И я умирал практически. То есть за прошлую зиму, минус 15, я получил сердечную недостаточность, которая уже не проходит. То есть это уже верная гибель. И вот следующая зима в палатке, она бы меня точно бы добила. И вот почему этот человек начал на меня наскакивать на Ютубе, местный, да? А потому что злоба берет, потому что я же не помираю все никак. Вот я выживаю как-то. То есть пока я тут умирал, вот в холоде, их все устраивало. Никто не стремился сюда на меня нападать, сам помрет. Но как только они поняли, что я и не собираюсь, то тут как бы вот они решили, видимо, ускорить что ли процесс. Так что я-то думаю, сначала я подумал, что этот человек психически ненормальный просто. Ну кому какое дело, когда кто-то там живет в лесу, и ему плохо, ему там не давали жилье долго. Ведь действительно не давали. И тут вдруг дали и неподходящее. И ну кому какое дело вот все это, к этому. Поэтому я тут задумался и подумал, а кому я еще тут во Франции сильно-сильно перешел дорогу. И оказывается, есть такие организации, есть такие люди. Вот. Целиком организации. Вот, например, Офи я в письмах, в официальных называю полутеррористической организацией. А Паду я называю их наемником. Они действительно работают за деньги и Офи эта организация. Она нанята. Офи. И так далее. То есть, есть люди, которые, они буквально, вот, ну, в интернете пишут, пердаки повзрывались, ну, как это бы сказать, более, так, литературно. Они, в общем, озверели они. У них, они, в общем, так что, я даже сейчас, не знаю, от себя ли этот человек пишет, что он на меня натравит полицию и лесника, и меня надо, насильно поместить в психушку. А это же карательная психиатрия. А во Франции, кстати, с карательной психиатрией, ну, или, ну, я называю ее террористической, поскольку это более правильно, ну, пусть будет карательной. тут небольшие сложности. Дело в том, что французские законы очень жестокие. И суды не смотрят даже на президента. Вот, Саркази приговорили к тюрьме. И это французы считают, как само за собой. А как же так? Без этого? Без этого нельзя. То есть, все здесь ужасно боятся не делать преступления? Нет. Они не боятся делать преступления, когда видят, что это безнаказанно. Потому что только посредством преступлений можно разбогатеть. Дело в том, что работая честно, здесь очень трудно. И поэтому, ну, я вокруг себя вижу массовое вот это вот вранье и массовое воровство. Массовое. Но, но, если ты не переходишь какую-то грань, все как бы, то есть, есть какое-то общественное согласие. Вот без насилия воруй сколько хочешь. Если, если как бы тебя не поймали, то есть, нету общественного осуждения преступлением. То есть, общество не имеет совести. Вот в чем отличие этого общества французского. Я, правда, не могу за все французское общество утверждать. Я только говорю за счет насчет тех людей, которые меня окружают здесь. Может быть, в других регионах немножко по-другому. Но в Альзасе я вижу именно это. А в Австрии, например, я видел совершенно другое. Там у людей есть совесть. То есть, там они боятся общественного осуждения. То есть, если человека поймают на воровстве, неважно, у кого он украл, то все скажут, да он не человек, да давай не будем с ним уже общаться. даже. То есть, его начнут избегать все. Он станет изгоем общества. Например, когда меня из Австрии экстрадировали, местная полиция пришла неожиданно, но, к моему счастью, мне бы не дали собраться, но, к моему счастью, я только что вернулся из горного похода и практически я даже не раскладывал рюкзак. То есть, у меня все было собрано. А кроме того, что в рюкзаке у меня было очень мало, я в сумке покидал и все. Вот, но за всей этой чехардой я с компьютера пытался на свою флешку сохранить файл, и я забыл эту флешку там. То есть, со всеми своими документами, у меня больше не было флешки. То есть, все-все-все свои куча документов, отсканированных, да, я оставил у этого человека, у хозяина этого. И что? Как только у меня появился здесь во Франции постоянный адрес, я ему написал, он мне тут же прислал мою флешку. То есть, эти люди, они, не дай бог, я где-то в интернете напишу, что что-то такое, на него какая-то тень падет, и они панически боятся этого. Здесь во Франции я тоже заметил, кстати, такое, когда я на Лебонгване пытаюсь, ну, Анала Хавита или Ола Икс купить там что, то многие отказывают, потому что они боятся посылать. Потому что вдруг я получу и обвиню их в том, что они прислали там товар разбит или еще какой-то. То есть, эти люди не хотят проблем. Пишут, приезжай, проверь и бери. Ну, то есть, понятно. Ведь дело в том, что если ты покупаешь дорогую вещь, и тебя кто-то умышленно обманывает, и ты начнешь об этом трезвонить в интернете, то это может быть очень неприятно, если кто-то из близких узнает. Вот. Так, о чем это я? О бастардах. Ну, что такое бастард, во-первых? В моем англо-русском словаре написано, что это нехороший человек. человек. И вот это стало для меня большой проблемой мой словарь, потому что во Франции слово бастар значит гораздо более что-то худшее. и когда я ориентировался на мой словарь и пошел в городе Нанси, куда меня сослали в комнатку в Офи жаловаться на начальника СИАО, который надо мной издевался со своими работниками, я сказал, что он просто бастард. И вот с этого момента именно началась основная фаза репрессий против меня. То есть сначала меня как бы вяло надо мной издевались, но мне было очень плохо, но у них не было задора такого садистского, а потом просто появился вот этот задор садистский и вот с этого все и началось бесповоротно, так сказать, потому что все это как снежный ком, чтобы прикрывать предыдущие преступления, совершались последующие преступления, и сейчас это уже просто ни в какие-то ворота не лезет просто. то, что я рассказываю, я бы сам себе бы не поверил в то, что я рассказываю сейчас до Евросоюза, я бы не поверил, что такое возможно в цивилизованных странах, но оказывается возможно, оказывается возможно в тех обществах, в которых у людей нету стыда, нету совести. Есть внешние какие-то приличия, очень такие умело, так сказать, как я написал в Совет Альзаса, каждый человек ходит с дерьмом внутри себя, и вот не надо это отрицать, у каждого оно есть, то есть даже у самых так, ну, Сталина, когда укоряли в том, что он никому не верит, ну, ему даже Бехтерев что ли, диагностировал паранойю, что ли, он сказал, да я сам себе, говорит, иногда не верю, этот Сталин, ну, насчет подписчиков, действительно, если бы у меня было хотя бы больше тысячи подписчиков, ну, хотя бы две-три тысячи, то это бы отпугнуло от меня этих садистов вокруг меня, да и так, как бы у меня подписчиков гораздо больше, чем, например, у моего знакомого профессора, ну, нет, у меня не больше, но он подписан на большее количество, у него меньше фолловеров, чем он подписался на кого-то, так вот, я удивляюсь, да, почему я столь непопулярен, наверное, потому, что все-таки я говорю о вещах неожиданных для большинства людей, и, наверное, так как я никто глубоко не копает, ну, я не удивляюсь, дело в том, что в разных сферах, не обязательно вот в моих рассказах о терроре против беззащитных во Франции, там, или о терроре в Австрии против беженцев или в Польше, а во всем, ну, то есть, когда я, допустим, занимался начал увлекаться библиистикой, а что такое библиистика? Это, ну, Библия для любознательных, то есть, не для религиозных людей, а те, которые хотят с научной точки зрения вот, почитать, а что же там написано? И, как оказалось, там написано не то, о чем говорят о Библии, то есть, ну, многие говорят, что там манна небесная с неба падала, а там нету такого в Библии, она там не падала с неба, там по-другому написано, там манна на земле была, а она одождялась дождем, то есть, просто она как бы орошалась, вот, или, например, ну, не ходили 40 лет по пустыне, там, вот, Моисей и его народ, они не ходили по пустыне 40 лет кругами, такого не было, три разных пустыни, они прошли по пути своего следования, три разных пустыни, в новых Библиях это название сделали одинаковым, три пустыни назвали одним названием, и получалось так, что они возвращались, то есть, в Библии много чего не написано, о чем все уверены, что оно так и есть, и потом, оказывается, в старинных Библиях не написано то, что написано в новых, таким образом, используя логику, можно восстанавливать текст, текст Библии, какой он был раньше, то есть, мы же не будем читать старинные Библии, там же нам непонятен текст, но кто сейчас будет Астрожскую Библию читать, ее надо перевести, вот, а иногда и в Астрожской Библии, Астрожская Библия уже довольно-таки поздняя, и приходится уже отталкиваться от какой-то там, латинской Библии, там, или греческой, чтобы восстановить текст, и я много, очень много лет, я сталкивался с массами людей в интернете, и я за много лет, ну, минимум лет 8-10, ну, активно, активно лет 5, может быть, 5-6-7-8 лет, вот, активно я прям-таки старался, прям, на десятках, может, даже сотнях форумов я постил темы того интересного, чего я находил, и я с удивлением смотрел, как люди не проникают вглубь информации, они ее не воспринимают, многим достаточно названия темы, дальше они уже не читают, и они переворачивают смысл того, что я им пишу, наоборот, иногда, иногда, вкрив, в кость, короче, когда они начинают меня критиковать, они критикуют не меня, они критикуют какой-то свой вымысел, и я понял, что я общаюсь практически с пустотой, это пустота, я обращаюсь к людям, к десяткам, тысячам, может, даже больше, а в ответ тишина, я не встречаю собеседников, нету, не только по библейстике, например, в музыкальной сфере, когда я рассматривал темперированные ряды, музыкальные, наш классический двенадцатиступенный звукоряд, оказывается, он допустим, в аккордах, в мажорном аккорде, он смещает ноты, и они звучат не очень гармонично, из-за несовершенства звукоряда, а звукоряды с большим количеством ступеней, например, тридцати трех ступеней звукоряд, или выше, там, пятидесяти восьми ступеней, кажется, можно сколько угодно ступеней сделать, просто ступени, это количество клавиш в октаве, тогда просто невозможно будет исполнить музыку, только компьютером, и когда я писал об этом, ну, например, используя тридцати трех ступеней звукоряд, мы можем написать музыку, которую раньше просто не слышали, в принципе, там будут другие ноты, то есть там будут все ноты двенадцати ступенного звукоряда, но там будут дополнительные ноты, можно строить какие-то новые аккорды, то есть можно какие-то новые музыкальные темы создавать, мелодии, вот говорят, что двенадцати ступенный звукоряд исчерпал себя, ну, так вот, можно перейти на тридцати трех ступеней звукоряд, благо, что технологии позволяют, и я назвал эту музыку иноземной, потому что на земле ее, кстати, двести лет назад создавали орган, кажется, пятидесяти восьми ступеной, то есть, представьте, в октаве пятьдесят восемь клавиш, что-то невообразимое, ну, как, как сказать, как такой тестовый образец, потом это не прижилось, и в интернете даже невозможно найти нот этой музыки, и очень трудно что-то найти. Но тридцати трех ступенный звукоряд, в принципе, реализовать сейчас очень даже легко на компьютерной основе, и я обнаружил, что люди даже в этом меня не понимают. Кстати, у меня там на сайте vasnas.eu5.net там можно найти где-то в глубине примеры аккордов для сравнения звучания аккордов двенадцати ступенного звукоряда и тридцати трехступенного звукоряда и сравнить частоту звучания. Тридцати трехступенный звукоряд звучит гораздо чище. И там вся теория, там все частоты нот, все графики можно найти. Кстати, на основе этой моей публикации в интернете я эту публикацию делал только на своем сайте. Нигде, нигде, ну, где-то в постах я делал. Мою публикацию содрали, и на разных сайтах, которые посвящены научным статьям. Есть моя публикация в виде реферата, что ли. короче, заценили ее научные люди, которые близки к книгам. И я понял, что люди в массе своей, они не воспринимают вещи чуть-чуть сложнее, чем их кормят. У меня была знакомая такая с телевидения. И пообщавшись с ней, я понял, что народ, его специально как бы для народа разыгрывают какую-то мыльную оперу. То есть этот народ его кормят специально упрощенной, конечно, лживой информацией, потом всякую упрощенную информацию, она уже лживая. И он привыкает к этой простоте. Потому что все раз и объясняется. Ему ни о чем думать не надо. То есть люди очень падкие на простоту и они падкие на ту простоту, которая им выгодна. И людям подкидывают именно то, что им выгодно. Ну, в общем, это сложная тема. Этим, я думаю, занимаются профессионалы. Поэтому как я могу сейчас массе объяснить, как массу эту обманывают? Она просто отторгнет это. она скажет, ты нас унижаешь. Мы же глубинный народ. Ну, в общем, эти власти, они умеют, так сказать, подольститься к массе. Вот. Я понял, что люди не воспринимают информацию, которая чуть-чуть сложнее, к тому, к чему они привыкли. Масса, она не в состоянии. И поэтому много-много лет, 5-10 лет, за эти годы я не нашел и нескольких человек, которые бы хоть как-то поняли. А ничего сложного я же не пишу. Ну, например, стоит только потратить 15 минут или полчаса на мои работы, которые опубликованы на моем сайте. Вот, по библеистике там есть статьи. Ну, допустим, демографическая статья по исходу народа Моисея. Дело не в Библии вообще, а дело в принципе. В принципе, как посмотреть, что люди просто ограничены, я бы сказал, ограничены в массе своей. Вот, с детства им ставят эти затычки для размышления, и с детства упрощают их мозги, и с детства это примитивные существа. И вот они все в массе такой, эти люди. И они не видят очевидного. Но нет, кстати, очевидное видит, я потом пример приведу. Ну, например, вот по библиистике, да, в самом, в начале исхода пишется, ну, для примера, дело не касается ни религии, ни Библии, чисто для примера. Написано, что из Египта вышло 600 тысяч мужчин от 20 до 50 лет по демографической пирамиде, по возрастной пирамиде, плюс женщины, дети, старики, это будет 2,5 миллиона примерно, плюс-минус, ну, может, 3,5, а вот. Но далее везде по Библии то, что описывается, это описывается какие-то тысячи людей. Это я уже сто раз говорил, в моей статье, очень короткой статье, в общем, как бы писал из расчета на монографию, то есть там сырой материал гораздо больше. А есть специальная статейка, которая маленькая, ну, на 18 листов формата А4, которая опубликована, научная публикация. Вот. И там очень-очень-очень много разных примеров. Так вот, один из примеров, допустим, вот они, все эти люди, все эти 2,5 миллиона, мало того, что они как-то координируются, а в то время, как координироваться, быстро идти по маленькой местности, они еще напились у одного колодца, например, за какой-то короткий срок, 2,5 миллиона. Ну, хотя бы возьмите, человеку нужно в сутки 2 литра воды, если он активно двигается, а то и 3 литра воды, ну, 2 литра умножить на 2,5 миллиона. Мы получим 5 миллионов литров воды. А отнять 3 нуля, мы получим 5 тысячи идут, потом миллион, 5 тысяч тонн воды, да, 5 тысяч тонн воды, сколько в составе 80 тонн воды, да, ну, то есть вы просто поймете, сколько это, как это, из одного колодца вытекло столько воды и так далее, ладно, не буду, но, но, все-таки очевидное, совсем уже очевидное, мои картины, например, вот посмотрите мои картины, опять же, на моем сайте там есть ссылка, и люди говорят, да, ну ты мастер, тут ничего не отнимешь у тебя, да, почему? Потому что они, изображение прям попадает на сетчатку и прям там оно проецируется, как на экран, это даже вот ученые специально проявляли кору головного мозга сзади у обезьян, они проецировали очень долго туда какой-то свет и контрастным веществом они проявили его и получили, то есть изображение просто впечатывается нам в мозги и тут мы очень трудно исказить сознанию то, что мы видим, поэтому говорится очевидное, про логическое говорится очевидное, а вот каким-то чудом люди очень простые вещи не видят, что это не так, вот не видят они, и вот это способность людей быть управляемыми, быть манипулируемыми, быть пластичными, чтобы из них лепили что угодно, чтобы из них лепили солдат, которые пойдут выполнять любой приказ и на смерть, чтобы лепить всяких подонков, которые будут врать любую ложь, то есть люди превращаются в инструмент, из них делают инструменты, и вот кружка инструмент, вот я из человека сделал вот какой-то инструмент, он всю жизнь служит какой-то вот этой функции, вот это не хорошо, не плохо, это против законов природы не попрешь, так что действительно кстати, вот недавно я думал, что позволяет мне до сих пор выживать во Франции, ведь я здесь в лесу в полном одиночестве, я один здесь, здесь вокруг меня на расстоянии крика, то есть я тут ни до кого не докричусь, если кто-то придет и захочет там что-то со мной сделать, с палаткой, он сделает, ну конечно, я не сильно-то этого боюсь, потому что куда-то мне куда мне хуже, как бы, то есть я с детства был бесстрашный, не знаю почему, и вот я такой как бы в душе остаюсь, то есть я не буду парализован страхом, это уже точно, вот, то есть это у меня работает нормально, я из тех людей, как Александр Македонский выбирал, к солдат, к нему приходил солдат, он на него замахивался мечом, если он краснел, то он его брал, потому что кровь приливает к лицу, реакция какая-то, он хватается за щит, за меч, вот, а если кто-то бледнел и столбенел, какой же из него может быть солдат, он не брал таких людей, ну, это басня, такая, миф такой, неизвестно, как был на самом деле, и почему же я выживаю, и вот тут я скажу, что люди, которые в возрасте, они видят, вот, реально видят те вещи, которые молодым недоступны, вот, реально недоступны, перед молодым, он, ну, он уже ведь своей головой думает любой молодой человек, естественно, у каждого человека есть какой-то предварительный план на всю его будущую жизнь, и у них, у них эти планы какие-то безоблачные, они не видят многих, многих несчастья, которые могут их ждать, они не видят вот этих многих разветвлений, многих опасностей, поэтому им все кажется таким прямым, таким безоблачным, таким радостным, что они вот так и в этом и живут, и их это устраивает, а мы, те, которые уже, которые прошли через многие опасности, мы, мы понимаем, как все непросто, и как нужно уделять внимание многим мелочам, и вот тут, кстати, вот этот еврейский народ, который тоже много выживал на чужбине, многие, ну, толпа, она из всего делает хохму, вот у них, например, у евреев, у них есть Талмуд, и там много правил, то есть там насчитано тысячи каких-то правил, и многие из этого делают хохму, а ведь в природе ничего не существует просто так, а все с каким-то смыслом, раз это выжило, значит, оно благодаря чему-то выжило, значит, эти правила помогли им выжить, и вот, поэтому они столь живучие, эти евреи, и чем больше их угнетают и изничтожают, тем они становились более живучими, вот, у меня тоже есть свои правила, например, я, ну, правила очень простые, кстати, но я не всегда могу их соблюдать из-за плохого здоровья, ну, правило номер один, один день в неделю ничего, уходить от суеты, приподняться, попытаться, приподняться над ней и увидеть, что ж ты не так делал всю неделю, быть ближе, как садик, к Богу, или, если для нерелигиозных людей, то уйти от суеты, очистить свой, дефрагментировать свой мозг, иначе говоря, программистским языком, активировать себя, активировать не просто физически, активировать именно свою, ну, душевную сферу, духовную сферу, каким образом? Будучи там, где у тебя никого нет, завести всех, кто тебе должен быть, близких людей, если кто смотрел фильм «Изгой», он помнит, что он из мяча сделал себе друга, потому что человек, он так, не только имеет внешнюю форму, руки, голова и так далее, он имеет внутреннюю форму, наша рука, она идеально создана для того, чтобы хватать, держать, а наша душа идеально создана для того, чтобы продолжать жизнь, помогать друг другу, мы для этого созданы, если мы не будем помогать друг другу, рука не будет функционировать, она отомрет, как у этого мужика, который в Индии вот так вот поднял руку ради Бога, и она у него отсохла, она не работала, так же и мы, наша душа отсыхает, если мы понимаем это мозгами, то это хорошо, а если мы этого не понимаем, и нам никто не подскажет, то, к сожалению, многие просто погибнут, те люди, которые живут ради себя, они даже не доживут до того момента, когда они нахапают достаточно денег, даже, вот, ну, мы всегда говорим о людях, которые на виду, да, ну, вот даже Путин, даже про него говорят, как, ну, он же, он же ради России, он же там в каких-то высоких сферах летает, а он не может не летать в высоких сферах, он действительно не может вот заниматься этой геополитикой, какая бы она идиотская ни была, но он действительно думает о каких-то таких вещах, потому что, ну, невозможно жить просто ради денег, вот, но беда Путина не в самом Путине, не в его характере, а беда в обществе, что общество до того примитивное, что в этом обществе личность играет ту роль, которую должен играть дух, дух, то есть, что такое дух? Дух это, он в народе, он передается из поколения в поколение, этот дух, он хранится старыми людьми, и есть какая-то сложная структура, и вот получается сложное квазисущество, а это примитивное вот такое квазисущество, такое государство, и проблема вся в примитивности, может даже это не проблема, ладно, это я уже соскочил с темы, так вот, что же мне помогает выживать? Простые правила, один день в неделю вот уходить от суеты, это не значит ничего не делать, это гораздо большая работа, чем лучше бы я пошел бы там какой-то физической работой бы занялся, или поехать, пошел бы развлекся, покупался там, пообщался бы, это как игра, а ты попробуй ничего не делать, и мозги тут же начинают сложные вопросы ставить перед твоим сознанием, и ты начинаешь думать о сложных делах, и это очень страшные бывают вопросы, то есть это такой день откровения перед самим собой, ну, а дальше, какие правила, я себе строю планы, планы, ну, план на всю жизнь, план на год, план на месяц, план на неделю, план на день, и вот сегодня у меня план на день такой, прийти немного в себя, потому что здоровье очень плохое, действительно, ну, и, допустим, промониторить, кому я должен еще написать о смене адреса, допустим, потому что это необходимо, это, потом заказать маме смартфон, чтобы она смогла часы сконнектить с ним, актив 2, watch, актив 2, о, они мне сигнализируют, встань, подвигайся, время двигаться, ну, и какие-то такие неотложные дела, но сегодня действительно не очень хорошо себя чувствую, ладно, не буду я об этом, и вот, думаю о детях, вот, планшет я купил девочке, я чувствую, что это семья многодетная, что они меня, как сказать, они, ну, все люди, они действуют, исходя из своих представлений о будущем, то есть, если мы видим человека, который очень здоровый, очень жизнерадостный, мы за него цепляемся, мы хотим с ним дружить, потому что мы думаем, что если мы с такими будем вместе, то и нам будет хорошо, то он нам поможет, мы там ему поможем, то есть, это те, с кем стоит иметь дело, если мы видим человека в унынии, больного, то мы от него пытаемся, ну, слабое звено, отвязаться, и в общем, все его бросают, этого человека, и он, ну, в общем, можно представить людей, как некую пирамиду, где все карабкаются по головам друг у друга, то есть, вот, эти мои близкие, они мне близкие, я, как бы, активировал себя, свои, так сказать, природные качества, тем, что я почувствовал себя их близким, я им помогаю, они-то меня своим близким не считают, вот в чем моя трагедия, они меня не видят в своем будущем, поэтому они обо мне не переживают, живой я, не живой там, нету с их стороны инициативы, это, конечно, трагедия моя, но, тем не менее, то время, когда я верил, что они, как сказать, что они тоже считают меня своим близким, я был просто счастлив, я вдруг себя почувствовал, что я окружен семьей, что я не одинок, и все физические мои страдания, они, ну, были ничто, я жил ихними страданиями, я пытался сделать им хорошо, и когда я делал им хорошо, я чувствовал себя счастливым, несмотря на то, что сам я тут погибал, и действительно, кстати, вот, с чем я сравниваю, то, как меня убивали здесь, переохлаждение, оно действует на человека, так же, как на кузнечика, там, или на вот лист, вот, легкий заморозок, и тут же листья пожелтели, они уже не оживут, они уже медленно умирают, эти листья, так же и я, то есть, меня этот мороз, он убил, я уже, как бы, еще живой, но уже, мое здоровье рушится, рушится очень быстро, и, то, что я купил палатку с печкой, да, это сейчас, это сейчас, злит очень, некоторых людей здесь, потому что они ожидали, что я, все-таки, может быть, умру, и таким образом, решат все страхи, их вместе со мной уйдут, а тут, оказывается, нет, вот, и, ну, да, вот эта палатка, Роснар 43, она, 4,3 точнее, она, можно сказать, спасла мне жизнь в этом году, потому что, я не ожидал, что здоровье моё, вдруг резко так ослабнет, и даже летом, оно не, то есть, я чувствовал, что организм уже не восстанавливается, что все уже, что я уже очень стал таким дряхлом, и эта палатка, она практически продлила мне жизнь еще, наверное, на полгода, год, я не знаю, как там дальше дело пойдет с почечной недостаточностью, но, даже почечная недостаточность ушла на второй план, сейчас на первом плане сердечная недостаточность, потому что она почти каждый день, и она не отступает, она усиливается иногда, иногда мне очень плохо, я не могу даже уснуть, и не знаю, что мне делать, никакой медицинской помощи здесь нету, абсолютно, да, кстати, я вот так вот вспомнил, как я готовился к экзамену в техникуме один раз, я всю ночь не спал, а потом я пришел и стал ходить кругами по всему учебнику, но не отвечать на вопросы преподавателя, но все-таки мне поставили тройку за то, что я вроде бы как учил, вот, также я в моем таком состоянии, в больном, я как-то хожу кругами, да, и вот так перескакиваю с темы на тему, о чем это я хотел сказать, о чем-то интересном, вот сейчас только что забыл, ладно, может быть вспомню, так что выжить мне помогает то, что мои планы, они как бы не ограничены моей жизнью, то есть есть мостик, они не проваливаются вот в жизни, то есть мои планы, я сейчас более думаю о том, как помочь этим детям, с учетом того, что я долго не продержусь, что сделать для них сейчас, того, чтобы их жизнь была более успешной, удачной, а ведь они очень тяжело воспринимают меня, потому что родители у них, они, ну, очень простые люди, так сказать, и ничего, кроме того, чтобы где-то тяжело физически работать, то есть они вовсе не добиваются того, чтобы дети больше занимались чтением, чем просмотром турецких сериалов, например, и показывают детям легкий путь в жизни, так сказать, а не готовят их, наоборот, то есть не тренируют их бороться, и они просто, их родители не видят многих опасностей, которых вижу я, почему-то не видят, ну, потому что, видимо, что я все-таки, моя жизнь была более сложна, да, о чем-то я хотел сказать, я сам себя перебил, о чем-то таком интересном, помогает мне выжить то, что, когда я из России эмигрировал в Крым, а я не побоюсь этого слова, я уезжал с полным осознанием того, что жить в России я уже не буду, в 12-м году я уехал, с 12-го года в России я не живу, я не живу, вот уже 9 лет, скоро будет 10, а, уже, ну, уже, да, уже 10 лет практически, то есть я жил в украинском Крыму, потом я жил в Украине, ну, я там не жил, я там был проездом, как бы, просто очень, несколько месяцев, в Польше был недолго, в Австрии прожил год, вот теперь 4 года, попил крепкого чая, и очень плохо стало, видимо, все-таки, что-то со здоровьем не так, надо простой обычной воды, скоро буду пить простую воду, даже сок уже с утра, там же сахар, тоже как-то тяжело, и вот, живя в Крыму, это самое, наверное, счастливое время моей жизни было, потому что в Крым я попал уже довольно-таки изношенный, изношенный тем безобразным режимом, который был в России, не бесчеловечным, и здоровье было в плохом состоянии, и была депрессия, и когда я приехал в Крым, я там возродился, за 2 года, я встал на ноги, я почувствовал себя человеком, действительно, и само общество, вот в Крыму, оно, было добрая душевная атмосфера, потом, когда пришли путинисты, все это резко ухудшилось, конечно, волк не хотел показывать зубы, поэтому, это все, ну, сейчас, наверное, все это больше вышло наружу, и вот, тогда я начал ходить, заниматься альпинизмом, тогда я серьезно, написал серьезную монографию по демографии исхода библейского, и я зауважал сам себя, потому что, ну, меня признали, конечно, в узком ученом кругу, но мне было достаточно того, что я сам себя оценил, я перестал опираться на какие-то внешние оценки, потому что я просто не нашел людей, которые могли бы хотя бы прочитать, и хотя бы конструктивно обсудить, ни одного не нашел, ну, было там, только из тех, которые вот из редколлегии, может, там где-то, вот, мое здоровье улучшилось, я ходя по альпинизмским тропам, пройдя несколько зимних походов, я почувствовал себя действительно человеком, и до сих пор, вот после Крыма, после Крыма прошло уже, ну, я беру, 14-й год, 15-й, ну, пусть будет даже 15-й год, прошло не так уж и много, прошло всего 6 лет, и я до сих пор держу, вот, то, что я получил в Крыму, тот заряд здоровья, и тот заряд духа, так сказать, я до сих пор себя, вот, в палатке, я себя ощущаю где-то в горах, а вот вокруг меня местность, я ее воспринимаю, как, ну, пустынная местность, то есть, тут, как бы, нету людей, настоящих людей, то есть, с теми, с которыми можно иметь какие-то отношения, дружбу, что-то еще, а есть какие-то животные, вот пусть сейчас вырежут вот это, и французам отправят, которые на тебя нападают, эти лживые, эти опасные, животные, которые полулюди, полуживотные, вот организация Офи, они вроде бы террористы, а вроде бы и нет, полутеррористы, что-то такое, и вот здесь я, в палатке, когда один, я здесь как бы на природе, вот в Крыму, как бы в Крыму, я отдыхаю, и когда мне нужна там еда, вода, я там спускаюсь туда, вот в долину, там беру это все, поднимаюсь опять в горы, здесь я как бы в горах, и вот такое восприятие действительности, оно позволяет как бы выжить вообще, потому что, ну невозможно, как сказал Остап Бендер, да, я разочаровался в человечестве, это самое страшное, это действительно самое страшное, а как вот люди, которых привозили в концлагерь, допустим, освенцем, да, и вели в газовые печи, вели вдоль этих рвов, в которые сбрасывали трупы, из которых еще люди руки поднимали, и костров, в которых сжигали эти тела, вели в газовые камеры, и люди знали, что их ведут в газовые камеры, и сейчас будет то же самое, их в рвы кинут, а потом их сожгут на кострах, или прям в рвах жгли, я же не помню, как там, и многие люди, они просто бежали в эти газовые камеры, быстрее, убейте нас, мы не можем этого носить, и если бы были репортажи из этого освенцема, вот стримы из интернета, кто бы смотрел эти стримы, люди бы не хотели смотреть эти стримы, люди все смотрят в развлекательных целях, вот сейчас смотрят, допустим, стримы из, ну не стримы, там стримы, видеозаписи из Казахстана, и что, если слишком страшно, они переключаются туда, где повеселее, то есть, ну вот, как бы как салатик какой-то, они выбирают, то есть, мне выживать помогает, моя деятельность, ежедневная, потому что я с утра до вечера, чем-то занимаюсь, ну, я подумал, то есть, я себе, как бы, запланировал написать жалобу, я испечен на госсовет, потому что госсовет повел себя, франции, госсовет франции повел себя мошенническим образом, я тоже все это объясню, когда я о судебной системе буду писать, кстати, сейчас я вот, как раз, об адвокатах, как бы, в целом закончил текст, о преступных адвокатах, и теперь буду о преступной судебной системе писать, как эта судебная система совершает преступление, и, наверное, же это не преступление отдельных людей в ней, а преступление именно всей судебной системы, то есть, сознательные преступления, и когда я писал жалобу в ЕСПЧ, оно же письмо о смене адреса, потому что мне нужно об этом все равно, уведомить ЕСПЧ, то я понял, что, ну, во-первых, сроки я уже пропустил, на госсовет, это было год назад, я пропустил сроки, я уже не буду на госсовет писать, но у меня еще процедура не закончена, по лишению меня, садистским образом, пособия, ОФИ, которая лишила меня пособия, и эта процедура судебная у меня застряла на адвокате, которого мне назначили, который отказался просто заниматься мной, хотя он не может по закону отказаться, меня должны уведомить, и мне должны дать другого адвоката, если этот не может по болезни, или как там еще, то есть, это все тоже преступным путем делается, и вот я понял, что для меня гораздо важнее сейчас это написать о том, как меня убивали, описать этот механизм террора, который здесь во Франции организован, ну, я думаю, что он как бы не то, чтобы организован кем-то одним, я думаю, что это продукт как бы такого естественного как бы возникновения, ну, то есть, как бы так они, люди пришли к этому, никто специально там на будущее не, хотя многие, наверное, ускорили этот процесс, например, бывший министр, бывший канцлер Австрии, Курц, который работал в комиссии ОБСЕ, и который, видимо, начал организовывать эти гонения на сирийских беженцев, чтобы их гнать из этого Евросоюза, чтобы очистить Евросоюз от этих масс, которые сюда устремились, для чего описать этот террор, а вот, кстати, сейчас я коснусь очень интересного вопроса, для чего это мне вообще надо, а вот я скажу, что тут нет никакой цели, это просто сохранение целостности в данных обстоятельствах, я вынужден описывать то, что происходит, потому что таким образом я защищаюсь, мне, например, навязывают, что я якобы психически больной, а я доказываю, что у меня месофония, и я вынужден поэтому идти к психиатрам сам, для этого, то есть не для чего, потому что на меня нападает, это просто моя реакция, судебная система, у меня отняли пособие, я хочу его забрать обратно, ну как отняли, я хочу, во-первых, его восстановить, потому что без этого все рушится, а потом просто они за 4 месяца у меня украли, я хочу это вернуть, да и плюс хочу моральный ущерб взять, для чего, да чтобы просто подлечиться, купить велосипед, там что-то еще, на эти деньги, там в бассейн ходить, и то, что я как бы лезу на рожон, это вовсе я не лезу на рожон, без этого никак просто не получается, чтобы не освещать все вокруг, и многие люди, даже совершая преступления, потом льстятся ко мне, как бы изо всех сил, а мне приходится через это переступать, не покупаться на это, все равно описывать все, потому что таким образом, я не ложусь под ихнюю ложь, под их террор, под их репрессию, я не ложусь на спину, я стою пока, меня бьют, я падаю, я встаю, и вот это все называется сохранение внутренней целостности, когда я говорю всю всю правду, о том, что происходит, но это очень тяжело, вот сейчас меня ждет описание судебной системы, как суд не слушал мои показания, а слушал показания адвоката, моего защитника, который меня заваливало, и как суд потом, вынося решение, клеил его из кусков каких-то других решений, там другие страны вообще, то есть как будто бы я там из Венгрии, там или что там такое, то есть там даже в самом судебном решении следы преступления, потому что судья не может лепить из текстов каких-то других, он должен сам выносить решение осмысленно, а этого нету, он даже не прочитал свое решение, он вынес решение неосмысленно, и это есть в двух судебных решениях, в судебном решении административного суда, и в судебном решении апелляционной инстанции Нанси, по поводу дублинского дела, то есть они следят в документах, и эти документы опубликованы, но дело в том, что это быдло, ему недоступно все это, этому быдлу надо все свести, чтобы вот-вот дать ссылочку сюда, на этот блок текста, сюда на звукозапись, там кто что говорил, и тогда раз, и у быдла сработает, и она скажет, да, это действительно так, а так она не может само, вот у меня на моем LiveJournal есть все эти документы, причем они по темам, вот относительно префектуры, там относительно КАФ, относительно ОФПР, относительно СНДА, относительно ЕСПЧ и так далее, и люди все равно не могут дойти, потому что, чтобы дойти, надо один раз по ссылке кликнуть, они один раз не могут найти и кликнуть по ссылке, чтобы найти нужный документ, а там у меня идет список документов по-французски, ну, докинь ты в Google Translate и переведи ты заголовки писем, я же не буду писать и на французском, и на русском, ну, слишком захламлю страницу, то есть, то, что я всем пишу, это вовсе не правдолюбство никакое, это не, как сказать, не глупость, а это просто попытка сохранить себя таким, каким я был с детства, то есть, они меня заставляют, вот мне все окружающие говорят, даже вот те знакомые, которые мне вот аккумуляторы заряжают, они утверждают, что я якобы сам хочу жить в лесу, как такое можно сказать человеку в глаза, который пишет многие письма с просьбой дать ему хоть какое-то жилье, вы посмотрите на мои письма, сколько я написал, они мне не дали жилье, и сам я снять не мог, даже теоретически, потому что без гаранта, закон запрещает снимать жилье, мне могут только выделить жилье, это организация Офи, и ее структуры дочерней, это ветер, ураган будет, наверное, сегодня, или сейчас, после обретения статуса беженца, система социального жилья, сам я снять жилье, просто даже теоретически, а как оказалось, не могу, мне это хорошо объяснили работники этой фирмы, которая занимается подбором жилья, здесь в Страсбурге, ты не можешь снять со своим пособием, во-первых, даже по деньгам не могу снять самостоятельно, все нормальное жилье начинается от 500-600 евро, а во-вторых, документов нет, очень плохо, чаю попил 50 грамм, и плохо от простого обычного чая, слюноотделение, хочется рвать, не знаю, что делать, соку попить, что-ли все-таки, надо получше беречься, и не держать вообще никакой еды снаружи, никакой воды, только внутри, да, пожалуй, я на этом сконцентрируюсь, и что же мне помогает еще выжить, опять же, вот когда Пьера Безухова, эти французские солдаты, ему крикнули, куда ты пошел там, ну, когда он был в плену, и тут он подумал, как они могут его бессмертную душу заарканить, так же и получается меня, как они могут, сейчас они не могут убивать меня холодом, все, они бессильны, сейчас они только могут лишить меня пособия, и начать убивать меня голодом, и они меня успешно убьют, поскольку те люди, которые меня окружают, они придумали удобную им ложь, что я якобы сам хочу жить в лесу, что я якобы отказываюсь от любого жилья, а тот человек, который недавно на меня напал в ютубе, и обещал меня убрать из этого леса, натравить на меня полицию, там, кого-то еще, он же ведь, может быть, он не дурак, может быть, он от Офи, Офи же, я же в Офи написал, что моя судебная процедура, она не закончена, что я кофе имею претензию на 10 тысяч евро и больше, там минимум 10 тысяч евро, там больше, они же понимают, что если я выживу, то их накажут, их могут даже в уголовное дело это все перевернуть, там же садизм, там же издевательство, поэтому они, а им просто со мной расправиться, прийти просто запугать, заставить уйти, это уже много раз происходило, вот, я думаю, что следующий шаг, они лишат меня в январе пособия, каким же образом, очень простым, они пришлют письмо на ПАДУ, где я неоперативно получаю письма, вызов мой в Офи, я письмо там получить не смогу, они объявят мой неприход отказом, и третьим отказом от прийти, и лишат меня пособия РСА, и без пособия, я тут как бы сам собой уже умру, и никто меня тут не спасет, абсолютно никто, все быдло было безучастно 4 года вокруг меня, оно было, вот я просил просто, у меня куртка не застегивается, могу даже показать, у меня просто другой куртки нет, не застегивается куртка, я просил по интернету, ну принесите кто-нибудь, у вас есть старая куртка, я думаю, я вижу, что тут этого полно, некуда девать, я сам несколько курток поотдавал, то есть тут одежды, перепроизводство, тут старая одежда дофига, то есть эта куртка, это уже как бы не, даже не нечто, я даже деньги готов заплатить, но пожалуйста, принесите мне куртку, потому что, когда мороз, этого не хватает, мне очень холодно, и когда спишь, тоже спальников не хватает иногда, и что, я два раза публиковал это в фейсбуке, в местных группах, там тысячи человек, ну ладно, пусть не все прочитают, пусть прочитают там 20-30, там 50, ну что же, ни одного не нашлось, чтобы в комментарии хоть какой-то написать, а хорошо, прочитали 20-30, а почему нет цепной реакции, надо помочь человеку, вот чем я такой плохой, я допустим, как бы сам, кому-то помогаю, а мне никто не поможет, а это как? Кстати, те, которые побывали в концлагерях, они пишут, что там нету никакой помощи взаимовыручки, ты умри сегодня, а я умру завтра, и этот принцип, он очень даже такой же, как и в фашистских, и в сталинских концлагерях, и, ну, я уже об этом говорил, когда общество входит в режим самопоедания, этот принцип, он начинает главенствовать, и люди, они, чтобы выжить, на самом деле, делают все возможные преступления, все плохие, так сказать, люди, они потому и существуют, что они, их предки выжили, так что же мне помогает выживать? ну, во-первых, я живу, как сказать,